добрый день уважаемые друзья всем привет меня зовут тимур водно-моторной тематики я уже порядка 20 с лишним лет вот в принципе все хорошо мы двигались все было нормально мы переехали в новую в новое помещение в новый бокс в теплый но все бы было хорошо если бы не но где-то с декабря месяца ноябрь-декабрь на нас посыпался хейт под нашими роликами в ютюбе под видео роликами появилось очень много негативных комментариев и все эти комментарии привели нас на канал уже лайф после моих роликов съедут тимура потом на улице меня встречает рассказывать такие истории говорят что я тоже мошенник потому что все думают что я в доле от тимура и люди едут и сейчас едут и завтра поедут из-за моих ролик этот вопрос нужно подымать я не хочу чтобы потом я сравнили с говном говорить громче люди едут посмотрев ролики мои многие считают что допустим александр раскачал компанию баркас но это очень опасно потому что нельзя раскачивать лодку который мы сидим баркас работает более 20 лет а александр к нам пришел со своей первой алюминиевой лодкой три года назад я не скажу что это не повлияло я единственное что могу сказать что александр использовал и нас в том числе мы для александра были свежим живым контентом и в принципе каждый из нас извлекал свои плюсы из этого предприятия из этого мероприятия и на том спасибо в результате негатива хэйта и так далее но ему удалось потопить баркас уменьшилось количество работ сервисе соответственно мы были вынуждены сократить количество работников мы держимся на плаву только за счет того что наши старые клиенты приезжают которые не верят фейки которые не верят в ложь которая льется на нас со всех сторон приезжают и мы им делаем лодки ты ты вроде бы сдох а разве нет нужны изменения и изменения должны быть качественно новые и вот такие изменения вот такие здоровые нам нужно изменения что вот тут вот так вот вот тут и вот маркас как проект то есть для меня уже не составляет интереса в одной простой причине что я реализовал себя в нем да было время поэтому я на сегодняшний день отхожу я остаюсь здесь но отхожу я придумал для себя новый проект новый очень интересный проект а о нем мы расскажем может быть чуть позже нихуя не понял ну очень интересно я принял решение передать баркас ну конечно в том состоянии какой он есть передать его своему сыну ивану вот это поворот очень правильное решение это мои первые эмоции потому что мы говорили о передаче и о другом проекте но это было еще в плане обсуждения вот но им было принято решение и мне озвучено нахладненько получается на самом-то деле насколько иван готов к этому я думаю что готов иван со мной но с детства с детства на рыбалках с детства с лодками с детства с моторами то есть он достаточно хорошо знает мат часть моторов разбирает и чинит моторы очень хорошо разбираются в лодках строение лодки в скелете лодки он варит аргоном варит полуавтоматом аргоном он варит тигом аргоном это то что чему я его научил ну и плюс весь опыт и знания которые у меня были естественно кому я еще могу передать давай я в тебя веру сейчас у сервиса дела не очень поэтому я пойду посмотрю в кабинете бумаги больше всего не люблю математику и пойму что у нас все хуёво а то может быть пора найти работу 5-2 и пойти трудиться понемножечку помаленечку есть некоторые условия которые мы естественно живем да и многие на люди живут вот есть маленький ребенок обязательные платежи съемная квартира и плюс ко всему достается мне сервис вот это как бы я уже частично все равно занимался взял на себя наверное часть ответственности по людям по клиентам по работам но теперь полноценно он был передан мне не верил сначала если честно я думал что это так на словах как проверка вот а по итогу нет я реально прихерял какая цель у тебя расскажи вот мне мне просто интересно то есть это не повлияет на передачу бизнеса тебе ну просто мне не знаю как отцу думай о том что из тебя получится в чьи руки я отдаю детища свою я очень хочу развить магазин на базе сервиса продажи лодок моторов очень хотел бы плюс ребята у нас все равно сейчас обучаются то есть мы обучились пластику работать с пластику мы обучились работая с пленкой оклейки то есть как бы у нас ну то есть мы развиваемся в любом случае вот хотелось бы увеличивать просто масштабы сервиса вот и плюс ко всему это наверное в плане сервиса и это тоже есть да это это из минусов в любом случае на это нам все ресурс нужен да ну и лично я хотел бы сейчас хотел бы конечно то есть в этом году начать рыбачит ловить и дойти до пола ну то есть по подготовку по локовnaden SQL полностью но естественно Walden нет а исполнит140 то части залететь интерес у а как бы этот сезон сейчас полностью начать отловить все это посмотрите там дальше уже следующего года каких-то то есть вот сначала ну то есть естественно с небольших и дальше дальше то есть но в любом случае для того чтобы участвовать в поле нужна достойная лодка и как минимум от 150 мотор то есть мы же понимаем что там очень много зависит от судна на котором ты участвуешь конечно можно участвовать там на и ребята участвуют и на пвх лодках но чтобы ты как бы был скажем так на коне чтобы можно было быстро и оперативно переходить с точки на точку в принципе но я думаю что должен быть достойный комплект сейчас пока есть гернис наш вот а так конечно что то есть того что прям вот сидит внутри это альбако потом конечно тяжело 680 но хотя бы 500 ну то есть и сотого начать в принципе к нему и с него уже в принципе целью быть может допустим альбакор 500 и мотор мотор 150 например да там или 170 какой у него у него 200 максимальный мотор значит 200 но по большому счету бизнес это не только станки не только оборудование ключи чего бочка с водой договорить не толком бухгалтерия и аренда и но нахер ну и с другой стороны я никуда не убегаю я все равно буду рядом там если что-то посоветовать подсказать то я в любом случае здесь вот где-то здесь со своим проектом там 78 я уголок в уголочке присядывает уголочек стенкой маленькой ответственно подошел туда все и не мешает пойдем посмотрим бухгалтерию сейчас внучку уберем оттуда и заставать посмотрим бухгалтерию ну что там за деньгами как там финансовый план наш есть деньги да циферки знакомые нашел не нашел ни ху я вот просто ни ху я не смешно я не правда сейчас а кто сказал что будет легко мы с дерьми хюстон у нас проблема ничего начнешь я думаю что я начну сомнительно ну окей как бы ты на меня не посмотрел но чем не на тебя смотреть давай еще завались тут с батей не так просто расправиться нормально что будет баркасу столько лет что так просто не получится начнем все по новому но будет непросто так что какие ощущения вообще это очень смешно да ну давай будем делать дерзай спасибо за доверие все только начинается дорогие друзья в следующем видео мы подробно расскажем видение ситуации с нашей стороны которые придумал и создал александр журавлев не пропустите